Сибирь – место силы. Такой слоган в этом году у Международного Сибирского фестиваля керамики. Сегодня он стартовал в мегаполисе с праздника юных мастеров. Больше ста участников трудились над созданием объемной композиции на тему сказки и легенды народу в Сибири. В чем наша сила? Да вот она, в дружбе, в этом единстве. Царит на площадке вот эта творческая атмосфера, конечно, это же тоже наша сила. В 19-й раз стартует в регионе Международный Сибирский фестиваль керамики. Первыми свои силы пробует юное поколение. Ученики детских школ искусства создают композиции на тему сказки и легенды народа в Сибири. Сибирь и народы населяющие Сибирь всегда слагали о нашей, ну такой, может быть, суровой, но сильной такой природе. Самые разные легенды. И потом здесь, конечно, и наши великие сибирские реки, и прекрасный Алтай, и уникальный Байкал. 13-летний Арсений Калашников мечтает стать мультипликатором. В школе искусства занимается уже 7 лет. Сейчас трудится над работой чуть белоглазая. Чуть белоглазая – это такой народ, который, ну типа гномов. Потом он, который жил под землей и раскапывал сокровища. Арсений в конкурсе участвует уже не в первый раз. Успешно и победителем, и призером фестиваля была и Кира Шаура. Сегодня в ее руках появляется ворона из легенды о том, почему рыбы теперь живут в воде. Птица, которая хочет обмануть эту рыбу, и в итоге она захочет съесть эту рыбу. И рыба, чтобы спасти свою жизнь, в воду нырнет, и все, и останется там жить. Самое сложное – это основной каркас. И, наверное, делать руки. Они объемные и пустотелые внутри. Фестиваль собирает гостей из разных стран. На следующей неделе пройдут мастер-классы, презентации, конкурсы, творческие встречи и даже мастер-шоу «Битва гончаров». О работе с глиной все возрасты покорны. Потому что интересно. Это не как из пластилина. Ее можно размочить, она сохнет. У меня есть музейное дело в школе. И далее я делала из глины макеты разные. Например, в нашей школе и разные другие макеты. На конкурс заявились 140 юных участников. Некоторые ребята из отдаленных регионов приехать не смогли. Из-за сильных морозов отменили рейсы. Но сейчас они также выполняют свои работы удаленно и на суд жюри представят их онлайн. Работы, которые создадут за неделю фестиваля, можно будет увидеть в художественном музее. Самая крупная выставка современной керамики Сибири откроется 15 декабря. Наталья Цопина, Андрей Руднев. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова